МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне кажется, эта пьеса очень актуальна сейчас, потому что проблемы, как были между родителями и детьми, как было это непонимание, собственно, так и остается. В каких-то вещах даже, наверное, более утрированно, чем в начале 20 века. Для режиссера драматический материал оказался интересен в первую очередь с профессиональной точки зрения. Глубокое произведение, через которое можно многое сказать зрителю, а потому в спектакле главную роль играют смысловые акценты. Хотя и визуальный ряд, подготовленный художниками театра Викторией Тесен и Ольгой Грицаевой, и сам сюжет с определенной интригой должны увлечь зрителя, уверена Виктория Луговая. Что же касается артистов, то для них это одна из тех непростых постановок с возможностью полного погружения, которых жаждет актерская душа. Очень серьезная, которая требует очень серьезных эмоциональных затрат. С первой секунды появления на сцене до последней, на протяжении двух часов, ну, это очень серьезно. Еще один замечательный момент. Премьера пришлась как раз к юбилею исполнителя главной роли главы семейства Ванюшина Александра Шарова. Кругу друзей в любимом театре артист отметил свое 60-летие. Не так волнителен юбилей, как предстоящая премьера. Детки, детки, что им отец? Учились? Да ничего, кроме полдинуты, не выучились? Учить-то не стоило! Когда смотришь спектакль молодежного театра, создается впечатление, что между родителями и детьми лежит целое столетие. Как будто старшие Ванюшины остались во временах Найденова, а их дети перескочили в наш век. Увы, но перекинуть мост через такую пропасть практически невозможно. Каждый из нас, как минимум, чей-то ребенок. Не будем делать вид, что вопрос отношения поколений нас не касается. Касается и хорошо, если не болезненно. Отдыхайте культурно.